МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как автомобиль такси влетел под два грузовика. Удар был показательный, бросил на морду. Что стало причиной? Дым заполнил весь подъезд и двор жилого дома. Кому успела, вот тому и позвонила по пути вниз уже, а наверх мы не смогли поднять. Крупный пожар в Нижнекамске. На вахту, чтобы оплатить штрафы. Молодой человек может лишиться машины за неоплаченные штрафы на сумму 70 тысяч рублей. Это и не только прямо сейчас. Автомобиль такси сегодня влетел под два грузовика на пересечении улицы Патресалумумба и проспекта Камалеева. По предварительной версии, водитель легковушки, поворачивая налево, не пропустил одну многотонную машину и врезался во вторую. Орать на зипов был на месте происшествия и поговорил со всеми участниками аварии. Удар был показательный, просто несло морду. Несмотря на серьезные повреждения легкового автомобиля, его водитель не получил и царапины. По предварительной версии, таксист, двигаясь по улице Патресалумумба, стал поворачивать налево. При этом не пропустив встречный КамАЗ, который и зацепил вековушку. От удара иномарку отбросило настоящий сзади фотон. Хотел пролететь слева, я стоял, а он начал пролетать. И все, КамАЗ приехал. Тут же один, всегда с топором, отсюда и отсюда. Он его не допустил, получается? Конечно. Водитель КамАЗа отметил, что не успел набрать высокую скорость. Но даже несмотря на это, избежать столкновения с легковушкой не получилось. Дэо переградило путь в самый последний момент. Вот я еду прямо, 40 километров вязанных примерно. Стоял вот этот пятитонник синий. И сзади него выехал этот такси Дэо. И врезался мне вперед. Вы его даже не видели, получается, да? Нет, он так быстро выехал и ударился в меня. В момент столкновения в салоне автомобиля таксист находился один. Мужчина как раз направлялся к клиенту. Он объяснил, почему не пропустил КамАЗ. Состоял фатон, я просто не заметил его. Начал движение и не уступил КамАЗа. Все. То есть вы признаете, что вы виноваты? Ну да, да, естественно. С большей вероятностью мужчине придется восстанавливать служебный автомобиль за свой счет. Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Крупная авария произошла на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Гагарина. Там столкнулись автомобили Деунекси и Лада Гранта. Оба водителя утверждают, что выезжали на перекресток на зеленый сигнал светофора. И вину в произошедшем перекладывали друг на друга. Мнение всех сторон услышала Нафиса Минязова. Ну вот так, трясло, сейчас немножко тряска отошла. Татьяна Камолова в момент аварии находилась на пассажирском сидении узбекской иномарки. Произошедшее она вспоминает со страхом и признается, что за почти полувековой водительский стаж ее супруга это их первая крупная авария. Мы по Гагарине ехали. Вы хотели прямо проехать? Прямо. А он по Гагарине направо. Он хотел сюда повернуть. А нас полностью... На такой скорости, я не знаю. Нас полностью развернуло. Супруги наперебой рассказывали, как все произошло. Говорят, не нарушая правил, хотели проехать прямо по проспекту Ибрагимова. Но в неожиданный для них момент справа и на высокой скорости их протаранил молодой водитель на отечественном автомобиле. Камолова уверена, что он хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора, поэтому и скорость, говорят, у него была большая, и на помехи внимания не обращал. Однако сам молодой человек свою вину признавать не спешил. У него был свой взгляд на произошедшее. Может, неисправен светофор. Я не знаю. Я выехал на зеленый свет, и все. Удар был такой силы, что у иномарки практически полностью смята передняя часть. Поэтому самостоятельно покинуть место происшествия Дэя уже не смогла. А отечественному же автомобилю, по крайней мере, внешне досталось немного меньше. Каждый из участников аварии утверждает, что выезжал на зеленый сигнал светофора, и никто из них свою вину признавать не спешит. Свою правоту они собираются доказывать сейчас через суд. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, вызов 112. Девушка из Казани вместе с подругой погибли в страшном ДТП на границе Татарстана. На 119-м километре трассы Цивильск-Ульяновск-Каладокалина лоб в лоб столкнулась с грузовиком Scania. По предварительной версии, 27-летняя девушка за рулем отечественного автомобиля на высокой скорости выехала на полосу встречного движения, где врезалась большегруз. Шансов выжить при таком столкновении ни у водителя, ни у ее 23-летней пассажирки не было. От автомобиля осталась лишь груда бесформенного металла. Отмечается, что у погибших остались дети. Сгорело полностью. Сегодня днем в квартире на пятом этаже одного из домов Нижнекамска вспыхнул пожар. Дым заполнил не только весь подъезд, но и двор этого дома. Жильцов подъезда эвакуировали. Альбина Минебаева с места происшествия. Добраться до очага возгорания спасатели смогли только по пожарной лестнице. Квартира на пятом этаже вспыхнула во втором часу дня. К моменту приезда сотрудников МЧС помещение было уже полностью объято пламенем. В загоревшейся квартире никого не было. Ребенок вернулся из школы, когда из окон уже валил дым и сообщил о случившемся родным. Родители школьника глухонемые. На место ЧП приехала родственница погорельцев. Общаться она не захотела. Нет, нельзя, потому что пожар, не цирк и не концерт совсем. Очевидцы быстро распространили кадры пожара в соцсетях. Дым буквально застилает окна и улицу. Пожарный вынес из дома 10-летнего мальчика. Еще эвакуировали 21-летнюю девушку. Никто не пострадал. Многие жители сами выбежали на улицу. Кому успела, тому и позвонила. Пути вниз уже. А наверх мы не смогли поднять. Там невозможно. Да, там уже. Мы с 6-го спускались. Ребенок пришел домой, уже был там вроде бы дым. Вот так говорят в спальне уже. Да, уже был дым. Видимо проводка. Знаем, что животное осталось. Вот она плачет. Там ее вывели с этажа. Вот у нее собачка. Квартира выгорела полностью. Никто не пострадал. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. Альбина Минебаева, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Вызов 112. В Казани задержали заместителя начальника отдела подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана 37-летнего Евгения Рафикова. Подполковника полиции подозревают в сговоре с бывшим начальником отдела уголовного розыска МВД Республики Романом Пахомовым. Напомним, мужчину обвиняют в посредничестве, во взятничестве. По версии следствия, в апреле этого года он получил взятку в размере 100 тысяч долларов США. За это обещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. За свои услуги мужчина просил 7 миллионов рублей. Его задержали с поличным при передаче денег. Следствие полагает, что часть суммы полицейский должен был передать своему коллеге Евгению Рафикову. Суд избрал для Романа Пахомова меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как Евгения Рафикова отправили под стражу до 5 июня. Полицейские Заянска ликвидировали наркопритон. Как выяснили стражи порядка, 24-летний местный житель, являясь потребителем наркотиков, за небольшую плату пускал в свою квартиру лиц, употребляющих запрещенные вещества. И на вырученные деньги сам приобретал зелье. Полицейские дважды выносили мужчине предписание о прекращении деятельности притона. Однако хозяин квартиры их игнорировал и продолжал свой бизнес. 16 апреля его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ему может грозить до 4 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Езда в нетрезвом виде и неоплаченные штрафы привели к аресту автомобиля. Сегодня днем на пресечении улицы Губкина и проспекта Победы автоинспекторы остановили «Ладу Калина». Во время проверки выяснилось, что хозяин легковушки не оплатил штрафы на сумму свыше 70 тысяч рублей. При этом за рулем был не он. Мужчина ранее лишили прав за неоднократную езду в нетрезвом виде, после чего он покинул пределы Татарстана. Что теперь будет с водителем, машиной и ее владельцем, расскажет Анна Городнова. После остановки автомобиля и проверки документов его водители, инспекторы поняли, что должника в салоне нет. За рулем был его друг. Сам же 21-летний хозяин машины в это время находится в Сургуде на заработках. До этого, а именно минувшей зимой, его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. В период, когда он попался в состояние алкогольного опьянения, суд рассмотрения еще не было, он еще раз попадается в состояние опьянения. Первый раз срок на полтора года, во втором случае суд его лишает на два года. Помимо лишения прав, молодого человека обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Учитывая, что у водителя были неоплаченные штрафы за превышение скорости, сумма превысила 70 тысяч рублей. За их неуплату машину и арестовали. Ему в данный момент дается 10 дней для обжалования или исполнения решения суда. Если он не оплатит данный штраф в течение 10 дней, соответственно, данное транспортное средство будет передаваться на реализацию для погашения его штрафа. Сам владелец Лады по телефону согласился с таким положением вещей и обязался все оплатить. Анна Горанова, Айрат Називов, Константин Бушуев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...